Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о чудесах на острове Кефалония, который находится в Греции. Кефалония это остров не только святого Герасима, но и святого апостола Павла. В 59 году римский корабль перевозил святого апостола Павла из Кесарии в Рим на суд. По пути их настигла буря недалеко от Мальты, где святой апостол пробыл три месяца. Сенот Элладской церкви в 2000 году официально причислил церковь Кефалонии к ряду церквей, основанных святым апостолом Павлом. Ежегодно накануне Успения Божией Матери, на острове происходит небольшое землетрясение 3-4 балла, а в самый день праздника идет дождь, который в это время года здесь большая редкость. Так вот, существует старая легенда о святых змеях и связана она с греческим островом Кефалония. Появление змей в Маркопуло накануне Успения не случайно. Согласно легенде, в 1705 году женский монастырь в Маркопуло был атакован пиратами. Нападение произошло как раз на праздник Успения. Монахини стали горячо молиться Богородице перед ее иконой, чтобы она избавила их от пиратов. И произошло чудо, когда грабители сломали ворота и ворвались внутрь обители. Вместо монахинь они увидели змей. Испугавшись пираты, вернулись на корабль и уплыли. С тех пор, накануне праздника Пресвятой Девы Марии, змей сползаются в храм, стоящий на месте бывшего женского монастыря. Пришествие змей всегда случается только накануне Успения. В этот день в храме совершается богослужение. А змеи беспрепятственно проникают внутрь здания. Находятся там в течение службы. А затем спокойно уползают. На голове у змеек слабо заметный рисунок, в виде крестика. Местные жители утверждают, что в этот праздник они никого не кусают. И люди их абсолютно не боятся. По рассказам старожилов, раньше змей заполняли весь храм. Это считается очень хорошим знаком. Теперь змей стало намного меньше. Но ждут их так же, как раньше. Ведь их отсутствие считается предвестником беды. Икона, перед которой молились монахини, сохранилась. Именно она, как магнит, привлекает к себе змей. Рептилии висят на иконе, а. Ползают под ней. Но подойти и поцеловать святыню людям не мешают. Икона Богоматери, находящаяся в Маркопула, очень почитается греками. Со всех сторон она увешана драгоценностями, а. Которые были пожертвованы людьми, в благодарность Богородица за ее помощь. В другом селении происходит другое чудо. В день Благовещения Пресвятой Богородицы, кефалоняне приносят в храм белые лилии, подобные той с которой явился к ней архангел Гавриил. Эти цветы вкладываются в киот иконы Божией Матери по ноге и крине, где и остаются без воды вплоть до праздника Успения Богородицы. И вот тут происходит чудо. На сухих, растрескавшихся от жары, стеблях лилий распускаются нежно-белые цветы. И это через пять месяцев после того, как они были срезаны. В праздник Успения Божией Матери после литургии в церкви служится молебен. Цветы освящаются и раздаются верующим, пришедшим в этот день в храм. Эти сухие стебли лилий подобны нашим душам. И сохшим от безверия и сомнения. Белоснежный цветок как бы напоминает нам, что для Бога нет ничего невозможного. И что наша душа, погрязшая в грехах, тоже может расцвести и озариться благодатью Божией. Огромное число паломников съезжаются в Кефалонию за этими чудесами. На этом на сегодня все. Следующая история о девушке, которая окаменела с иконой в руках и стояла 128 дней. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом чуде. А также присылайте свои истории присутствия Бога в вашей жизни. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, то ставьте дизлайк. А если вы человек верующий, и вам понравился рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на нек. О и Бог вас никогда не оставит. Всем пока!